Привет, дорогие друзья! Вы соскучились? Лично я 100% соскучился. Формула юмора, самая интеллектуальная из научно-развлекательных и юмористических программ и прямых эфиров на планете. Меня зовут Женя Вольтов. Привет! 495-276-2949 — это телефон нашего прямого эфира, по которому я принимаю звонки для наших звездных гостей. Сегодня у меня их будет двое. И один еще только восходящая звезда отечественного юмора, а второй уже просто мастодонт и король не только юмора, но и ринга. Будем встречать Читу Лукинских в прямом эфире. Напомню, телефон 495-276-2949. Код Москвы 495 не перепутал ничего. Вопросы ВКонтакте тоже присылайте. Буду их зачитывать с нашему звездному гостю. И ненадолго оставляю вас салсу. Она подарит вам тепло от любви. Так хочется, когда холодно высыпать. Обещал целую Читу юмористов. Забирайте, получайте. У меня в гостях Николай и Алексей Лукинские. Нет, нет. Николай Лукинский, Алексей Кислицын. А, вот так вот. Собственно, два звездных гостя с разными фамилиями, но чувство юмора 100% погеном передается. Это же внук, сын моей дочки, а у нее фамилия мужа, поэтому он получился у нас. А я знаю, кстати, говорят, что сегодня у еще одного внука уже маленький юбилей. Да, сегодня у нас праздник. Вообще, мне очень приятно вот сегодня здесь оказаться. Да, сегодня нашему младшему внуку Кристоферу. Это сын моей старшей дочери, не Лешиной мамы, а ее сестры. Он живет в Барселоне. Ему сегодня исполнился ровно год, 25 ноября. Мы уже с утра отмечаем. Лешенька, хорошо сядь. Леша, Алексей Кристофер получается. Да, Алексей. Ты уже брата поздравил с таким вот праздником первым. Леша, тебя же спрашивали. С брата уже успел поздравить по телефону? Поздравил? Или нет еще, не успел? Успел. Успел, да. С утра мы уже торт, значит, поставили одну свечку. Да, значит, моя жена, Лешина бабушка, снимала нас на видео. Мы с Лешей пели хэппи безды и вокруг водили каравай. Нет, каравай мы пели, да? И, значит, все это отправили уже. И Леша задул свечку, потому что, ну, Кристофер далеко. Скучаем. Это, конечно, это такая радость, это такая любовь, слава богу. А вот я считаю, что прямо сейчас ее важно еще раз, что называется, от хэппи бездить хорошо и дочку, и любимого внука. Тем более, что повод есть хороший. Споем? Споем, давай. Хэппи бездей ту ю, хэппи бездей ту ю, хэппи бездей, Кристофер наш, хэппи бездей ту ю. Аплодисменты за Микю Бездей, да? Он еще малыш, здесь уже, собственно, практически взрослый состоявшийся артист. А я хочу спросить, как случилось так, что все-таки юмор? Ведь это талант, это недюжие желание, потому что там столько институтов технических. Там такая судьба-то у вас непростая. И служили, и водного транспорта, академия. Да, и Московский энергетический институт Смоленской филиалии. Как же вышло это так? Ну, вообще, это, конечно, от корней, от родителей. Я сегодня буквально вспоминаю, меня тут пригласили на программу, посвященную Льву Лещенко. Я вспомнил историю потрясающую. Мы ездили с гастролями по России. Это тур, посвященный 50-летию Победы. Это 95-й год. Лещенко, Людмила Зыкина, хор Пятницкого. Просто вот в отдельном самолете перемещались из города в город. То есть, такой серьезный, длительный. И весна, значит, прилетели в Новосибирск. Мама, конечно, пришла на концерт. И, конечно, мама, значит, не могла удержаться, чтобы не выйти на сцену и не вынести Льву Лещенко цветы. Но в целях экономии она, значит, не покупала цветы, а она где-то за домом. А только-только, вот тут тебе какие-то первые вот такие вот маленькие цветочки. Она их нарвала, значит, и вынесла на сцену. Какие-то желтенькие. Ну, и Лев Валерьянович, конечно, да, она сказала, я мама Лукинского. Когда Лев Валерьянович ее представил, все, значит, она его поцеловала. И она уже пошла со сцены, как бы, ну, еще не вниз, а по сцене пошла, чтобы там по ступенькам спуститься. А Лев Валерьянович смотрит на эти цветы и говорит, надо же, какие цветы, я таких никогда в жизни не видел. Мама на краю сцены остановилась, посмотрела, говорит, я еще принесу. Ну, зал, конечно, рухнул от смеха, Лев Валерьянович, вот теперь понятно, откуда юмор. Да, и я понимаю, что вот это, конечно, я в этом вырос. У нас постоянно дома было весело, постоянно смешно. Как бы самое интересное, что мы сначала по радио, потом по телевидению смотрели, и нам больше все нравилось. Все моей семье, это, конечно, юмористические программы. Мы тогда еще Аркадий Райкин, или, если это радио, то с добрым утром. И, да, и в общем, я понимаю, что я это, как бы, я был убежден, да и сейчас, наверное, убежден в этом, что то, что смешно, интереснее всего. Вот этот вид искусства меня больше всего трогает. А как же тогда появилось желание пародировать? Ну, пародии у меня это такое хобби, я бы так сказал. Я не занимаюсь пародиями так, чтобы очень серьезно. Николай, не... Не блефуйте, потому что, на самом деле, телезритель любит вас как раз за пародии. Ну, естественно, есть кассовых несколько образов, да, но вот пародии тоже очень любят. Как к жанру пародии? Я, скорее, даже не пришел к пародиям, а отошел от пародии. Почему я говорю, что это, скорее, хобби? В свое время я именно с пародиями стал там лауреатом нескольких конкурсов, когда был еще совсем молодой. И мне этот жанр вообще очень нравится, но в 90-е годы все, кому не лень, пародировали политиков. И это стало... Сначала я думал, что я это один делаю, а потом, когда я узнал, ну, такой случай известный довольно, когда я приехал в Москву только-только, приехал удивлять в Москву, значит, у меня была пародия на Горбачева, естественно. Ну, все от этого смеялись, сначала в Новосибирске, потом в Смоленске, и я приехал в Москву. И меня остановили... Ночью я приехал на своей машине, въехал в город, брать столицу, останавливает первый же гаишник. Ну, то ли номера ему там, он решил проверить документы. Я, значит, говорю ему, товарищ капитан, я вас приветствую как президент Советского Союза. Я думаю, мы консенсию задостигнем, и процесс пройдет нормально. И вдруг этот первый же встреченный мною гаишник, мне отвечать без паузы, и это правильно, Михаил Сергеевич, еще раз нарушите, значит, отберу права, пока что на первый раз езжайте. И я понял, что если в Москве каждый из сотрудников ГИБДД может пародировать, тут нужно что-то другое, да. И вот, и как-то с тех пор я понял, что, ну, пародия такой легкий жанр, что ли, и отошел от этого жанра. Но, к сожалению, сейчас я опять как бы возвращаюсь, занимаюсь. Дошенька, не балуйся, пожалуйста. Но, в общем, для меня это скорее хобби. Хотя очень приятно, интересно. Я просто знаю, что зритель любит разного Лукинского. Спасибо. Сильнее всего, тем не менее, я бы сказал, крылатым, все-таки стал образ студента, собственно, афроамериканца. Да, да, вот Тернокожий студент, с Новым годом пошел нафиг. Это правда, что вам позвонил автор и сказал, надевай чулок и слушай. Да, так и получилось. Анатолий Семенович раз позвонил уже вечером. Ну, он понял, что я один из немногих артистов, у которых наверняка есть дома колготки или чулки. Да, вот это он. Потому что, ну, там многие не женаты, а кто женат, у него нет двух дочерей. То есть у меня с гарантией две уже, ну, большие девочки, жена. Понятно, что у меня есть колготки. Понятно, что у меня есть колготки. Да, и он поэтому позвонил, я так думаю, именно мне, значит, Николай, есть колготки, есть, натяни на голову и слушай. Да, натяни, так еще же надо понять, что человек в 10 часов вечера предлагает натянуть на голову колготки. Это тоже нужно, Лешенька, помолчи, пожалуйста. Нужно принять решение. Тем не менее, я послушался, надел там чулок, я уж не помню, ли колготки. Надевай зимнюю шапку, говорит он, что очень важно для этого образа. Зимняя шапка, шарф. Смотри на себя в зеркало, я смотрю, уже смешно, и он начинает читать текст. Я ничего не запомнил, кроме одной фразы, с Новым годом пошел нафиг. Я вышел на кухню в этом обличье, когда мы с ним поговорили, сказал эту фразу там жене, мы чай пили. И они рассмеялись, я понял, что, в общем, образ как бы родился, готов, и осталось только выучить текст, и, в общем, дальше вы знаете. Мы, собственно, посмотрим обязательно, я думаю, что это выступление, но одно из моих любимых выступлений, это, можно сказать, миниатюра, монолог, который называется Фура. Фура, да, популярный номер. Есть у нас такое видео, не секретное, но очень юмористическое и смешное. Смотрим-ка, а. А вот, собственно, не на Фуре, а на самых настоящих двух своих. Прямой эфир наш продолжается, это формула юмора, меня зовут Женя Вольтов. 495-276-2949, это наш телефон. Звоните и задавайте вопросы самому загорелому, я бы сказал, юмористу отечественной эстрады, Николай Лукинский у меня в гостях, и Алексей. Внук. Внук. Старший внук. Старший внук. Пишите, звоните, а у меня вопрос. Сразу после того, как появился этот номер, все же хотели, вот, собственно, только его. А ведь в голове у настоящего юмориста, актера, ну, есть какие-то другие идеи. Вот как долго старались отойти, может быть, даже от образа, чтобы разнообразить? Потому что я знаю, что очень часто юмористы становятся, например, ну, если бы это заложниками своего персонажа. Было такое? Ну, во-первых, это до сих пор продолжается, просто если у меня сольный концерт, и я не исполняю этого номера, то на меня обижаются зрители, или там выгриваются из зала, из зала там африканцы, давай, ну, они кричат попроще, да, как у нас принято, вот, но на сольный концерт я, конечно, исполняю этот номер, более того, например, новогоднюю компанию, когда меня приглашают, то я предстаю перед ними в роли Деда Мороза. Деда Мороза, чернокожего, что тоже пользуется успехом, ну, такой, как бы, шуточный розыгрыш, поздравления, одновременные поздравления и, значит, и этот монолог. Ну, конечно, я не забыл этот номер, и я его очень люблю, тем более, такое прекрасное продолжение у этого монолога, это уже касается внуков, ну, откроем секрет, может быть. Да, значит, старшая дочь моя, она, ну, практически из детства смеялась, смеялась над этим монологом в чулке и досмеялась, 6 лет назад она уехала в Барселону. Старшая дочь у тетя Оля, Кристика, мама, уехала в Барселону. А ей сколько лет? Ей 33. Да, вышла замуж за африканца, и вот Кристофер, о котором мы говорили и которому сегодня исполнился год, он у нас как раз вот мулат, он у нас весь в дедушку. Что у меня у тебя, это такое счастье, это я с ним летом гуляю, они, ну, Манделла это супруг Ольги, но он абсолютно черный, Кристофер он мулатик, летом Ольга приезжала с ним, я с ним гуляю по Москве, на встречу идет женщина с ребенком, а я говорю, а что-то у вас ребенок совсем не загорел. Вот, ну, и они смотрят на Кристофера, умиляются, в общем, поздравляют. Ну, а как такое забавное совпадение, это получается, что сначала жизнь вошла в образ, а потом образ вошли. Все же знают, в начале было слово, каждое наше слово имеет продолжение, и я даже на концертах сейчас говорю, друзья, если кто-то из вас, глядя на меня, для забавы, для гостей натягивал, чулок на голову, знайте, чем это заканчивается, и эта фраза всегда, значит, поддерживается аплодисментами, что есть, то есть. Ну, на самом деле, дедушка-то у тебя, Леша, я думаю, что человек разносторонний, ты с этим согласен, а следил ли ты за передачей «Король ринга»? Смотрел? Или ты еще был маленький? Смотрел. Смотрел. Ну, дело в том, что когда «Король ринга» шел, Леша еще не было, а смотрел он только на видео, да, видео понравилось, как дедушка боксировал? Я знаю, что это какое-то очень давнее увлечение молодости. Ну, конечно, я вот серьезно в детстве занимался боксом, и я мало об этом кому рассказывал, ну, конечно, близкие и знали, но я был чемпионом Новосибирска по юношам, по молодежи, я был финалистом перенеса Сибири и Дальнего Востока, это всероссийская спартакеада школьников, 1976 год. Да, ну, представляешь, 40 лет назад, ровно. А, кажется, я теперь, дорогие зрители, понимаю, что такое пробиться в шоу-бизнес. Да, да, это очень помогло. Ну, об этом мало кто знал, но знал Володя Турчинский, Царство Небесное, с которым мы дружили, который был у нас фитнес-директором в клубе, куда я пришел с семьей, и Володя меня тренировал. Он знал, что я боксер, ну, как бы просто на словах. И когда начался этот турнир, пригласили Володю Турчинского, он говорит, нет, я не буду, там я могу кого-нибудь покалечить, вот, ну, и что, собственно говоря, недалеко от истины. Ну, у меня, говорит, есть один артист, который якобы занимался боксом. Уж не знаю, поверил, не поверил, потому что проверить возможности не было. Ну, и, в общем, меня пригласили, это мне и помогло попасть в этот проект, потому что, ну, в общем, они приглашали, чтобы человек был известный, и согласился участвовать в этом проекте. И, если что, получить, извините. По физиономии был готов, да, многие отказались, да, но, конечно, я загорелся, конечно, мне это было очень приятно, интересно, и тем более, что это все так прекрасно закончилось, если... Ну, вот это на самом деле такое... Не знаете, да, я получил за это, за первенство машину. Рейнджровер. Хаммер. А, Хаммер. Да, я получил Хаммер, да, 8 лет отъездил на Хаммере. Когда я его продавал, ну, уже 8 лет в машине, теща узнала, что я продаю Хаммер, расплакалась и говорит, как Колечку за этот Хаммер били. Действительно, били, на самом деле. Тяжело было. Ну, вот, очень многие звезды юмористического жанра, не юмористического, на такие проекты очень трудно соглашаются, потому что, особенно уж, если... Ну, бьют, конечно. Смехта с боем в разрез очень сильно идет. Не страшно было образ растерять зрителя? Или все-таки планировали удивить и удивить? Нет, ну, во-первых, во-первых, я очень, как бы, хотел в этом участвовать. Во-вторых, ну, я вообще ничего не боюсь, поэтому, ну, чего бояться-то, тем более, что я, как бы, один из немногих, ну, так скажем, относительно профессионалов, понимаете? И, в-третьих, был первый проект «Король ринга» за год до этого, где Запашный стал победителем. Я там обратил внимание на то, что боксеров профессиональных не было, и было это все очень превращалось в такую грязную драку, что меня лично очень напрягло. Я думаю, ну, зрители теперь будут думать, что среди артистов нет ни одного настоящего боксера. Вот именно из-за этого мне все-таки хотелось показать, что искусство бокса, оно существует, и оно выше драки. Какие бы они накачаны, здоровые, молодые, я ведь был самый старший участник проекта, какие бы они не были физически сильные, да, искусство бокса выше этого. То есть они просто не могли в меня попасть. Вот в чем искусство? Как можно меньше пропустить и как можно больше попасть. Вот, вот и все. А теперь уже Леша со мной принимает участие, Лешенька, давай расскажем, как ты меня с капой подставил. Значит, там у боксеров капа, знаете это? Я прохожу иногда боксирую с ребятами, ну, мы договорились, чтобы потихонечку, я стою в парах с мастерами спорта, потому что они могут наносить легкие удары. Это очень важно. Новички здоровые, они все бьют сильно, а мастера можно договориться. Сил рассчитывают. Да, конечно, это очень важно. И вот мы тренировались, а эта капа, она в коробочке, а коробочка в форме челюсти. Я взял Лешу с собой, Леша увидел эту коробочку, говорит, деда, подари. Я говорю, забирай, и вот он, эта коробочка, она так открывается, закрывается, щелк, 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 щелк. Мы оттренировались, я принял душ, спустились вниз в кафе, и там, значит, молодая женщина с таким же мальчиком, как Леша. Они разыгрались, Леша, значит, хвастается этой коробочкой, а я так вокруг этой женщины, так грудь колесом, красавец такая. И я говорю, там, чай, кофе, она, ой, какой у вас сынок, я говорю, это внук, ой, какой молодой дедушка. Я говорю, да, я рано начал. Ну, в общем, так, знаете, дерзю, что называется, заигрываю. И вдруг она спрашивает, что она у тебя спросила? Леша, что это у тебя за коробочка? А я говорю, это для дедушкиных зубов. Она, пацана, за руку, и пошли, говорит, домой. Все, и мой кадреж закончился. Ну, я просто думаю, что у Алексея спецзадание от бабушки, 100%. И он просто решил проследить за верностью деда путем применения жестких, жестких юмористических приемов. А что было? Да, еще случай. Раз уж мы, Леша, давай про газ расскажем. Сижу я недавно, оплачиваю газ. Хорошо, через интернет оплачиваю газ. Что ты у меня спросил? Деда, ты оплатил газ? А он говорит, почти. А я говорю, деда, оплати еще тормоз. Смотри, что, дрипризы крутит, да. И только я разхохотался. Ну, а это анекдот, который Леша сегодня меня уже просит рассказать не в первый раз. Ему очень понравилось, когда маленький мальчик едет в автобусе у мамы на руках, и у мальчика забинтован рот. Забинтован, значит, и рядом сидит бабушка там незнакомая, и говорит, а что это у вас с ребенком случилось? А, мать говорит, что случилось? Что случилось? Рот порвал. Паразит. И так кулак ему показывает, и говорит, вот тебе и купи, мама, кокос. На сегодня это любимый анекдот. Я вот смотрю и понимаю, что, в принципе, в юмористической семье ребенок ничего не боится. Юмор помогает воспитывать внуков? Ну... Или скорее мешает? Ну, вы знаете, сейчас уже, конечно, уже пять лет ребенку, уже нужна строгость. Вообще-то, конечно. Лешенька, сядь хорошо, сиди. Я, дедушка строгий у тебя сейчас с пяти лет уже начал. Ему в сентябре исполнилось пять, давай слушайся. Ну, вот. Ну, конечно, надо ребенка держать строгость, но это как бы не ко мне. Я настолько мягкий, я настолько лояльный, что... Ну, опять же, я дедушка, имею право баловать. Конечно, конечно, ну, до пяти лет уж баловал точно, игрушек там, я не знаю, до потолка у вашего займет комнату. Ну, в общем, я понимаю, что уже должна быть определенная строгость после пяти лет, потому что уже начинается такое серьезное взросление. А после двенадцати опять можно уже. Считается как, до пяти лет относитесь к ребенку как к царю, с пяти до двенадцати как к слуге, и с двенадцати и дальше как к другу. Вот, вот, пока что, значит... Пока мы остановились на стадии... На слуге, да. На слуге. Да. Леш, скажи, пожалуйста, а кто самый строгий в семье? Мама, дедушка, папа, кто? Все. Все строгие? Да. И что никто не балует, никто лишнюю конфету не выдаст? Просто так. Хорошо, скажи, кто самый добрый? Ты. Я? Класс, ну, хорошо. Значит, я. Собственно, дедушка с бабушкой балуют, а родители воспитывают. Ну, или, по крайней мере, предпринимают попытки. А маму как зовут? Мам, да. Давай привет передадим. Мам, привет. Мам, привет. Привет тебе, мама. Из прямого эфира. И папе тоже передай передадим. Привет, папа. Всем привет. Всем привет. А папу как зовут? Дима. Вот. Папа Дима, пожалуйста, наблюдай, вот, собственно, новоспеченную звезду телеканала Юморбокс. У нас есть музыкальное выступление, об этом мы поговорим сразу после. Клипа Николая Лукинского и Алисы Мон. Вот так-то. Вот такое вот забавнейшее приветствие от Алексея и Николая Лукинского, дамы и господа. Леша, Леша, в прямом эфире будем не только учить, как воспитывать с юмором детей. Кстати говоря, вот человек-то с юмором, столько анекдотов, столько ситуаций. Я думаю, что он уже подкидывает вам идеи для монологов. Ну, конечно, есть. Что-то используете в концерте? Использую вот эти истории, которые он рассказал, использую наш поход в театр Сергея Безрукова. Так, что-то там. Потрясающая история, значит, в роли одноногого пирата Сильвера, народного артиста России Сергея Безрукова. Лешенька, сядь хорошо, вспомни эту историю. А у него там подвязана нога, да, у Безрукова, и он на костылях выпрыгивает. Зал взрывается овациями, и я Леше говорю, Леша, это Безруков. Зал стихает, Леша, а он на одной ноге. Леша кричит, да это не Безруков, это Безногов. Сергей Безруков достался от Алексея. Но на самом деле устами младенцы истину глоболят, это во-первых. А Леша, а ты уже кем, ты уже решил, кем будешь, когда вырастешь? Кем будешь? Не думал? Как дедушка выступать будешь? По полиции и боксерам. Вот так. А почему не шутить? Артистом хочешь быть? Нет. Хотя эти обе профессии, на самом деле, в одной можно дошутиться, а во второй шутить легально. Да, ничего не будет. И ничего за это не будет. Ну вообще, у него мечта полицейским. Да, это уже, наверное, несколько, года-два он мечтает. Ему форма нравится, да, Леш? Да. Расскажи, как ты вчера регулировал движение? Мы вчера были в специальном таком детском автоцентре, и там есть костюм полицейского, фуражка, жезл. И вот Леша наряжался, я его фотографировал, на видео снимал. И он там, как ты жезлом, покажи, как ты его поднимал. Вот так держал жезл. А похоже уже на полицейского. Все замашки, посмотрите. Все уже остановились. Все уже получаются. Это уже генеральские. Оставь, пока не повесят погоны. Телефон древнего эфира 495-276-2949. Надеюсь, ждем ваших звонков для наших звездных гостей. Возвращаясь к музыке, не мешает ли юмор музицировать? Потому что клип-то вот с Алисой Монно для зрителей был несколько неожиданным. Ну, во-первых, Алиса моя давняя знакомая, хорошая, я скажу, подруга. Мы ездили вместе в круиз, ходили в круиз, да, по Средиземному морю. Очень сдружились. У нас каюты были по соседству. Очень сдружилась моя жена с ней. Ну, а мне куда уже деваться? Ну, она человек, Алиса, очень такой открытый, добрый, приветливый. И, знаете, она умеет дружить. Вообще, трудно мужчине дружить с женщиной, особенно с женатым, а особенно с красивой. Но, тем не менее, как бы вот кроме общей такой взаимной симпатии, ничего личного, как говорится. И когда меня Алиса пригласила принять участие в этом клипе, конечно, я согласился без всяких сомнений. Ну, во-первых, моя роль. Ну, понятно, что там должен быть комичный персонаж. Даже в пародиях она мне подсказывала какие-то состояния, потому что трудно найти, так, допустим, просто голос подобрать. Она говорит, ну, ты представь себе, что он все время хочет чихнуть. Это про Сергея Трофимова. И я подумал, действительно голос, да? Да, у него... Я сутки напролет бомблю на джигуленке. Понимаешь, сразу приспособление такое же... Работаю, как волк, а денег не гроша. Это ж на какой слух надо иметь? И сразу вот эта ассоциация... Абсолютный. Да, ну, естественно, абсолютный. Ага, ничего себе. Вот, поэтому, конечно, это человек талантливый, человек очень хороший. И мне очень приятно, что я дружу с Алисой, и мы вот... У нас общая творческая работа. На музыкальном поприще, я понял уже, можно юмористу, настоящему друзей завести. А с коллегами по цеху, вот с кем дружите? Да мы все дружим, по большому счету. Там и с Игорем Моменко, и с Светой Рожковой, Гена Ветров, Сергей Дроботенко. Ну, Владимир Натанович Винокур, ну, такой авторитет, старший товарищ, мой любимый артист с детства, там, с юности практически. Поэтому, конечно, это уже глубоко в сердце. И несмотря на то, что там мы не встречаемся каждый день, конечно, но все равно общие праздники, общие события поздравляем друг друга в любом случае. Ну, и встречаемся на концертах, на съемках. А случается такое, что юмористы не дружат? Ну, то есть, вот они как-то так общаются, но дистанцируются. Это я думаю... Я объясню, почему, потому что каждый второй у наших звездных гостей, телевизор, спрашивает следующее. А в жизни-то какой Николай Лукинский? А в жизни-то какая Светлана Рожкова? И шутите ли в жизни? Или все-таки отдыхаете вне телеэкрана? Ну, во-первых, в жизни шутим, потому что это не просто там, что ты вышел на сцену. Вообще, это заблуждение, что юмористы в жизни смурные люди. Ну, это... Бывает такое? Ну, крайне редко. Мне попадался один, в качестве исключения. Да. Ну, да. Значит, да. Бывают такие люди, но это все равно. Он может выглядеть там смурным, но внутри все равно там кипит, понимаете. Реприза на каждую услышанную фразу, на каждое слово. Но наоборот, ему это помогает, особенно если это автор, ему это помогает копить внутри вот этот вот объем, запас. Я человек, наоборот, открытый, я что, как бы, приходит на ум, я тут же стараюсь выдать. И вы знаете, потрясающая вещь, Жень. Я недавно, это, может быть, будет новостью для зрителей и для вас, в том числе. Я же по образованию режиссер, я закончил. Я только что хотела вот об этом спросить. Для чего? Важно ли юмористу платить профессию? Рассказываю, да. Рассказываю так. Получилось, что я буквально вот месяц назад отыграл сам спектакль, который сам поставил как режиссер. Это Чехов, это шутки чеховские, это «Медведь» и «Предложение». Ну, две знаменитые уже истории, которые практически зрители знают наизусть. И меня пригласили принять участие как актера. И вдруг получилось, что… Это антреприз. Антреприз, да. И режиссер, в общем, сошел с дистанции. Хороший режиссер, ну, там несколько репетиции проектов сошел. И так получилось, что я начал продолжать в качестве режиссера. И я понял, что вот эти вот давно известные, знакомые наизусть «Медведи» предложения я сделал совершенно по-новому. И плюс чувство юмора, очень много смешного, очень много интересных находок. И мне это очень интересно самому. Я вдруг загорелся, хотя поначалу я просто спасал, что называется, ситуацию. Но оно все настолько быстро рождалось и многообразно, что мы отыграли премьеру 8 ноября. Был полный зал и был колоссальный успех. Следующая премьера, рассказываю, 26 декабря. Центр драматургии Казанцева-Рощина. Метро «Сокол». Прямо рядом с метро, значит, это театр. Приходите, будем очень рады. А где билеты купить? Билеты там же, ну, в кассах продаются наверняка. Значит, 26 декабря. Спектакль так и называется «Шутки». Буду очень рад. Приходите и нас, собственно, зовите. И приглашаю, да. И познакомитесь заодно с моей режиссерской, первой режиссерской работой. Теперь я, в общем, планирую заниматься этим всерьез. Ну, первая режиссерская, но не первая театральная работа. Ведь были же еще спектакли. Ну, я как актер, да, играл в нескольких спектаклях. Это вот «Пашу Кшину», «До третьих петухов». Очень хороший спектакль. «Санта Круз» по Владимир Агеев поставил. Там я играл три или четыре роли. Тоже, ну, на мой взгляд, очень хороший спектакль. Не такая большая у меня театрография, так скажем, широкая. Но в какой-то момент я очень загорелся, очень мне хотелось этого. Ну, поиграл, как бы успокоился. И я надеюсь, я и дальше продолжу, ну, так, в такой спокойном режиме. Но вот именно в режиссуре мне хочется себе попробовать. А вот мы как раз и узнаем прямо сейчас у нашего телевизионного зрителя, который дозвонился или дозвонилась, нравится ли, например, творчество театральное, Николая. Алло, вы в эфире, здравствуйте. 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 Как вас зовут? Меня зовут Маруся. Маруся, откуда вы звоните нам? Я звоню из Москвы. Это приятно. Ваш вопрос к звездному гостю. Николай, здравствуйте. Здравствуйте. Вот вы знаете, у меня такой вопрос, ну, не секрет, что вы занимаетесь боксом. Да. Да, и вот такой вопрос, когда у вас что-то не удается в жизни, плохое настроение, вы сразу идете боксировать или начинаете сочетать шутки? Вы знаете, спасибо за вопрос, очень хороший вопрос. Дело в том, что действительно тренировки боксерские, они снимают стресс. И в некоторых странах даже есть такая форма разгрузки, когда ставят манекен начальника, в Японии в частности, и заходят туда, значит, люди, и его там бьют или как-то обливают водой. Наверное, это расслабляет. Точно так же, как и юмор, между прочим. И я... А вы обратите внимание на название нашего канала. Юмор-бокс, дорогие друзья. Класс, класс, про меня. Дело в том, что в короле ринга, когда уже не было сил, когда волнение зашкаливало, и, например, там бой с Мишей Полицеймака, который на 15 лет моложе и на 25 килограммов тяжелее. И вообще, Миша Полицеймака в первом бою на 15 секунде жесточайшим ударом слева нокаутировал двукратного олимпийского чемпиона. Не рассчитал, новичок. По фигурному катанию. А, тогда все понятно. Я специально делаю паузу, чтобы подготовить зрителей. И, ну, представляете, выходить с молодым нокаутером в ринг, и вдруг я вижу, все трибуны украшены плакатами в мою поддержку, мои студенты из ГИТИСа всю ночь не спали, писали плакаты. И вот, то есть, пульс 150, сердце не в груди, а в горле. Волнение закрепощен абсолютно. Волнение колоссальное. Ну, это в боксе называется «Гориш». Перегорел весь уже. И вдруг я вижу эти плакаты. Написано «Лукинский не чувствует боль, Лукинский ринга король». Уже я улыбаюсь. Здесь плакат «Эй, полицеймака, по печени на-ка». Я просто засмеялся. И самый хитрый студент, это театральный институт, держит руками плакатик, написано «Банкеты корпоративы и номер телефона». Ну, представляешь, и я вот так же примерно стою, ржу, меня показывают, в чем дело непонятно, потому что этих плакатов не показывают. Но я потом уже оцениваю. Я расслабился. Что такое смех? Это мы, почему зрители ходят на вечера юмора? Расслабиться. Даже подсознательно. Вроде так посмеялся. Другая жизнь. Вот так что. И так же тренировки по боксу. Тоже пришел по мешочку, постучал. А если еще в парах поставил, то еще пропустил несколько ударов. Все, забыл все проблемы. Всподрился и проснулся. Так что, люди, улыбайтесь, друзья мои. Улыбайтесь, занимайтесь боксом. Все будет хорошо. Я вот смотрю и понимаю, что Николай Лукинский – это человек активного юмора. То есть вы чаще шутите, нежели смеетесь. Это правда? Ну, меня очень легко вообще рассмешить. Как можно это сделать? Да вот, Леша скажет что-нибудь смешное, и я и смеюсь. Да, тоже, знаешь. Заходим в лифт с Лешей. А навстречу из лифта вышел, на первом этаже заходим, вышел мужчина, накурил в лифте. Ну, то есть, вышел из квартиры там где-то. Ну, я не переношу табачный дым. И я, Лешенька, сядь, хорошо, пожалуйста. Как и все наши телевизионные зрители. Да, правильно делают. Я, значит, захожу в лифт и так в сердцах говорю, ну, надо же, какой мужик противный в лифте накурил. Леша сочувствует мне, говорит, деда, а ты не куришь? Я говорю, нет, я не курю. Он говорит, деда, как хорошо, что ты не мужик. Конечно, я захохотал уже, я и запыл про этот дым. Поэтому, вот, пожалуйста, вот, пожалуйста. Я думаю, что самый полюбившийся ваш образ стал бы гораздо ярче, если бы парочку шуток туда добавил внук. Давайте прямо сейчас его и посмотрим. С Новым Годом пошел наград. Ой, с удовольствием. Формула юмора продолжается. Телефон прямого эфира 495-276-2949. Звоните, пишите в группу в официальном ВКонтакте юмор нижнее подчеркивание ТВ. Кому? Правильно, мне и звездному гостю, сегодняшнему Николаю Лукинскому, актеру театра и кино и юмористу, самому загорелого юмориста страны, а также режиссеру, боксеру и победителю многих телевизионных шоу, которые вы наверняка смотрели, уважаемый дозвонившийся телезритель. Вы в эфире. Здравствуйте. Алло. 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 Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Татьяна. Татьяна, очень приятно, как хорошо, что вы нам сегодня позвонили. Ваш вопрос? Я просто звоню из Смоленска, пенсионерка. Ой, очень приятно. Я просто хочу сказать ему огромное спасибо за то, что он у нас есть. Спасибо. Потому что, когда бывает грустно, я смотрю его передачи, мне сразу становится легче и лучше на душе. Спасибо. Я закончил Смоленский филе. Да, я был в себя блокадница. Я только хотел спросить. Скажите, пожалуйста, а вы никакого отношения к Смоленску не имеете, нет? Я закончил Смоленский филиал Мэйи. Я родился в Новосибирске, но институт заканчивал в Смоленске первый. У меня родилась старшая дочь в Смоленске, которая сейчас живет в Барселоне. Поэтому город для меня очень близкий, родной. Я называю его второй родиной. Так что привет большой Смоленску. Очень приятно, что вы позвонили. Да, жили мы последние годы на Киселевке, а вообще теща с тещем жили на Багратион. А сейчас они в Москве живут. Ну, в общем, это родной, любимый город. Да, и очень красивый город, кстати говоря. И в этот красивый город, возможно, даже приедет спектакль. Может, спектакль, да. Поэтому... А чего ж только с телевизора-то радовать. Да, да, сюда очень. Спасибо за звонок. Да, очень приятно. Я им за звонок, правда, действительно. А у нас, я просто мне на ухо несколько раз Леша сказал, подарок уже давай, дядь Жень. Я уже как-то вот... Но подарок просто так не отдам. Для этого дедушке придется сыграть в игру, которая называется «Мешочек юмора». Это постоянная рубрика нашей программы. Дело в том, что раз в формулу юмора... Нет, раздеваться подожди. Это не тот конкурс. Собственно, для того, чтобы выиграть, так сказать, маленький приз, важно разгадать, что, собственно, в мешочке и применить это с юмором, с чувством, с толком и с расстановкой. Суть рубрики заключается в следующем. Там лежат совершенно непонятные предметы из разных сфер бытовой, семейной и абсолютно любой жизни, да. Я задаю своему звездному гостю какую-нибудь тему. Ну, например, отдых. И спрашиваю, чего бы вы там, допустим, никогда бы не взяли с собой на отдых. И вы достаете, собственно, любые предметы, которые достаются, и отвечаете на вопрос с юмором, так, чтобы было смешно. Это называется импровизация. Пробуем. Ничего не понял, да, ну пробуем. Ну, в общем-то, собственно, тема, которая уготовлена для вас. Что важно взять с собой на пляж, чтобы не обгореть? Сначала вытягиваю, потом отвечаю. Ну, вот в тему, повезло. Одеколон. Ну, насколько я помню, если побрызгаться одеколоном, то есть шанс, что ты меньше обгоришь, чем если ты вообще ничем не намажешься. Чем ты, если ты, например, прыгнешь в печь, точно меньше обгоришься. Да, ну, в общем, конечно, я все равно не стал, я бы так, как говорится. Тем более, что... Ничего так пахнет. Шикарно. Это я у редактора взяла. А, понятно, да. Ну, как говорится, на халяву и уксус сладкий, так что... Забирайте. Если что-то еще есть... Так. А пусть Лёша достанет. Что еще? Что еще? Тяни любой предмет. Не глядя, давай. Только это еще не подарок будет. Опа! Вот это вот, да, против загара я вот... Лупа. Лупа. Ну, если ты на отдыхе хочешь получить точечный загар, или, например, конопушки на лице, то ты можешь, в общем, быстро очень себя и зафорить, будет болеть только. Можно, в принципе, и на пляже что-нибудь приличное найти. Самое главное, чтобы тетя и дядя в этот момент спали. Что еще? Я хочу. Давай. Ну, пускай Лёша уже. Давай. Вот это интересно на пляже. Это что? А вообще это ручка, на самом деле. Опа! Ничего себе! Ой! Я думал, ничего себе, канал! Да. Да. Да, друзья, это такая авторучка в виде шприца. Но, вот я скажу, что я не могу сидеть без дела даже на пляже. Я еще хотела. Поэтому я... Подожди, Лешенька. Я все равно записываю какие-то истории. Или чаще всего я беру текст уже готовый на пляж с собой, чтобы не просто лежать, а учить там или... Или писать. Или менять. Ну, я редко пишу сам. Я в основном обработаю над другими текстами, над текстами чужих авторов. Других авторов. А вот что-то исправить, да. Так что это очень полезно. Но не знаю, что про меня подумают окружающие, отдыхающие. Писать шприцом, это сильно. Ну, давай, самый финальный какой-нибудь, поглубже руку. Забирайся. Во. Вот это очень интересно. Это что такое? Я думаю, что это капли для носа. Я же говорю из разных сфер. Да, это капли для носа. И как это применить? На пляже для того, чтобы не обгореть. Элементарно. Элементарно. Приходишь на пляж, и все лежаки заняты. И ты достаешь капли для носа, и пытаешься прикинуться больным. И начинаешь демонстративно капать себе в нос, там, в глаза, в уши. И все вскакивают, ложитесь, пожалуйста, ложитесь, все, это для вас. Конец шутки. Почему бы, да? Ну, смотри, по-моему, девочка очень старался. Ты знаешь, что девушка заслуженный артист, да? Российской Федерации. Я знаю. Знаешь, да? А у тебя есть какие-нибудь звания? Ну, какие-нибудь награды или грамоты? Диплом ты получил недавно. Есть, есть. Что за диплом получил? Рассказывай. На конкурсе чтецов. На конкурсе чтецов. Чтецов. Ну, вот я тебе даю еще одну награду. Самый молодой юморист телеканала Юморбокс. Это логотип нашей программы. Значок, который можно налепить. И сразу же улучшается настроение. У меня, кстати говоря, не один. Я тебя поздравил. Это корпоративная форма. Ничего себе, мы с тобой. Поэтому звания у нас сегодня два. Ты самый юный юморист. Я тебе... Вот видите здесь Юморбокс. Давайте крепим в прямом эфире, собственно. Я хочу еще... А мы, по-казому, можем посмотреть то, без чего ни один юный юморист обойтись не может. Об этом, кстати говоря, дедушка Лукинский рассказал. Харизма. Харизма для юмориста – вещь неотъемлемая. Особенно в прямом эфире. Особенно, если это формула юмора. 495-276-2949. Звоните в прямой эфир Николаю Лукинскому. Я догадываюсь, почему клип с Серегой сейчас был. Он тоже участвовал в проекте «Король ринга». Был такой день. Да, он не занял никакого места, но дрался он очень отважно. А удавалось попасть? Нет, я с ним не боксировал. Я вообще туда попал на замену, на замену Сергею Челобанову. Вот, там было очень много нокаутов, и, в общем, в люди выбывали. И меня... Поэтому и мне было тяжелее остальных, потому что я меньше всех тренировался, так скажем. Ну, и ничего страшного, зато зритель до нас дозвонился, новый, телевизионный. Алло, вы в эфире? Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Владимир. Хотел бы спросить у Николая. Я вот поклонник его творчества. Спасибо. И хотел бы узнать, как вот ему удается хорошо выглядеть? Откуда берутся силы на новые концерты, на новые проекты? В чем ваш секрет? Вы можете мне раскрыть его? Секрет молодости, Владимир? Да, это очень-очень просто. Во-первых, постарайтесь, чтобы у вас побыстрее появились внуки. Это серьезно, потому что именно вот Лешка заставляет держать себя в хорошей форме. Он же не сидит на месте. Я думал, что внуки появятся, значит, сидишь, лежишь, а по тебе внуки ползают. Ничего подобного. Все время надо бежать, все время надо его ловить, все время надо за ним прыгать с места метров на пять. То есть именно внук заставляет держать себя в хорошей форме. Ну и плюс, конечно, любовь к спорту. Бокс очень омолаживает. Мы сегодня много говорим о боксе, потому что у нас все-таки юмор бокс. Но даже я женщинам рекомендую, вы боксируйте с профессионалами, потому что легкие удары по лицу, это тот же самый массаж, тот же самый лифтинг. Лифтинг, да, как хочешь это назови, но после тренировки боксерской, при легких ударах только, напоминаю, повторяю, ни в коем случае, чтобы не были удары сильные. Да, я выхожу, не знаю, на 10 лет моложе после тренировки. Поэтому, ну, сейчас я чуть-чуть так подрастал с тела. Не синий, приятно. Чисто, нет, не синий. Да, раскрасневшийся. Чуть-чуть так обленелся и не так регулярно тренируюсь. Но на самом деле, мне кажется, что бокс именно тот вид спорта, который омолаживает и рекомендую всем заниматься. Но только с очень грамотными, хорошими тренерами. И если боксировать, то договариваться на легкие ударчики и с очень хорошими профессионалами высокого уровня. Понятно, Владимир? Вот так, бокс и внуки. И почаще улыбайтесь. И почаще улыбайтесь. Алло. Алло, здравствуйте, Николай. Здравствуйте. Дорогой Николай, это звонит мама вашего крестника Матвея Мариат Мухина. Ой, ой. О, прият. Я счастлив. Да, очень рада вас слышать и наблюдать в эфире у Жени. Николай, я знаете, что хочу спросить у вас, дорогой мой? Вот у вас вы можете быть занесены в книгу рекордов Гиннеса, как единственный артист, который имеет патент авторской свидетельства на способ рисования портретов, перчатки, боксерской. Возможно. Вот это факт из биографии. И я хотела узнать, как ваше творчество продвигается, вообще как вы это изобрели. Это же просто гениально. Спасибо, Мариат Матвея. Благодарим за вопрос, благодарим за звонок. Мариат, всегда рады, ждем вас в студии. Вот такой вот звездный звонок случился. Да, да, я счастлив. А ведь утаили факт. Вот хорошо, что доктор Мухина позвонила. Да, напомнила. Потому что патент на рисование, если кто-то не расслышал, патент на рисование боксерской перчаткой на холсте. Да, дело в том, что у Мариат Мухина висит несколько моих картин в галерее, в коридорах ее клиник. И для меня это очень приятно, большая честь. Во-вторых, значит, действительно, я когда увлекся живописью, относительно недавно, ну лет 8 назад, наверное, я понял, что живопись это навык. Это навык, который должен быть в руках. Я начал думать, что я умею, так скажем, лучше, чем все остальное. И я вспомнил, что действительно, именно бокс, именно вот нанесение легкого ударчика, быстрого, в нужное время, в нужное место, это и есть как бы вот одно из качеств, одно из моих умений. Ну, не знаю, есть, конечно, и мастера спорта, и чемпионы мира, которые, возможно, это делают, сделают лучше, но не пробовали. А я попробовал. А что такое живопись? Это полное равновесие в картины. Ты окунаешь перчатку в краску боксерскую и наносишь несколько мазков. Ну, то же самое, что кисть. Только кистью я не очень владею, а боксерской перчаткой я владею. Бац-бац, стер краску другой краской. Получается картина. Я взял и зарегистрировал это изобретение, и несколько картин у меня вот таким способом написанных есть. И не верят, я выкладывал там в Facebook, не верят люди, что это может быть написано боксерской перчаткой. Причем, я уже там ввел такие тонкости, что там даже у меня, допустим, доска, на ней стоит ваза из цветов. Ну, цветы, понятно. Можно боксерской перчаткой там налепить, напечатать. Вазу, чтобы нарисовать, чтобы она сияла, ты как бы делаешь такое вращательное движение краской, и получается... Но при этом удар. Размазанная, нет, это тонкость, не удар как раз, это вот такое. И доска деревянная, она рисуется вот грубой частью перчатки, тоже такая размазанная, цвет дерева. А все вместе, бездалека смотришь, ваза цветов, которые стоят на подоконнике на деревянном. В общем, дерзайте. Ни кто бы не сказал. И, кстати говоря, между прочим, наверняка это творчество стоит достаточно дорого. Возможно, у вас первые покупатели. Хорошо бы. Но вообще совершенно точно телевизионный зритель. Хорошо бы. Я в фейсбуке... Вы в эфире, здравствуйте. Да, здравствуйте, слушаем вас. Алло. Добрый день. Здравствуйте. Как вас зовут? Евгений, здравствуйте, Николай, здравствуйте, меня зовут Анастасия. Очень приятно. Очень приятно. Ваш вопрос? Николай, подскажите, пожалуйста, близится Новый год. Для вас это пара корпоративов или вы проводите с семьей это время? Благодарим за звонок, за вопрос. Ну, конечно, я работаю, да. Я не отказываюсь от корпоративов. Я скажу откровенно, корпоративов стало меньше с недавнего времени. Наверное. Или в дыню боятся получить. Нет, корпоративов стало меньше в принципе. Это как бы и мои коллеги тоже это все ощутили. Ну, то есть, когда вышел запрет на, видимо, корпоративы государственные, то есть, да. Ну, участники, конечно, там отмечают, могут себе позволить, кто может себе позволить. Ну, поэтому стало ощутимо меньше. Но, тем не менее, все равно новогоднюю кампанию никто не отменял. И уже сейчас поступают предложения. Я с удовольствием на это соглашаюсь. Тем более, что у меня есть своя фишка. Африканский Дед Мороз. Это пользуется успехом. Это нравится. Ну, и вообще, я люблю эту работу. Мне интересно, знаете, самая большая сложность. Ну, вы нам тоже, как ведущий, этим занимаетесь. Самая большая сложность, но мне это удается. Это прийти в совершенно чужой коллектив. И чтобы через, там, пять минут люди почувствовали себя свои. Чтобы почувствовали меня своим. Что я их тысячу лет знаю. Что они меня тысячу лет знают. Сколько Лукинскому надо дать времени, чтобы это получилось? Ну, у меня, как правило, это удается. От пяти минут до семи. До семи минут. Не скромно сказал он. От пяти до семи минут, а потом начинается шоу. А потом начинаются все свои. Все свои чувствуются уже. Так что, конечно, конечно, это, ну что, это работа. Николай, а вот как для артиста? Где приятнее все-таки выступать? На корпоративе или в концертном зале? Конечно, в концертном зале, когда ты стоишь на сцене, это уже и особые совершенно ощущения, к которым ты привык, без которых ты, наверное, жить не можешь. И, ну, действительно, у меня много всевозможных профессий и образований, которые я получил там еще в молодости. Но именно это стало для меня самым приятным, самым родным. Как-то вот я себе не мыслю без этой профессии. Поэтому, конечно, сцену... Да, и зрители в концертном зале, да. У нас еще один звонок. Вы в эфире. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Хотелось бы спросить у Николая. Николай, вы столько лет живете в семье. Расскажите, пожалуйста, как спустя такое количество времени вам удалось сохранить любовь к своей единственной женщине? Как вас зовут? Юлия. Юлия, благодарим за вопрос. Юлия, спасибо. Вопрос очень, на самом деле, важный, для меня очень приятный. Юмор и бокс? Нет, 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 это любовь, да, любовь. Вы знаете, любовь на первом месте вообще во всех случаях. И даже внук, это продолжение той же самой любви, любви к жене, в которую я влюбился на первом уроке в первом классе. Это было в 1967 году, 1 сентября. Мы с ней учились с первого по десятый класс вместе, и на следующий год, 1 сентября, я буду отмечать 50 лет, я жене сказал. Мы никогда не отмечали этот день, день как бы нашего... Она меня даже не заметила, она меня заметила, не знаю, там, в третьем, может быть, классе, тоже есть на эту тему история, правдивая. А в первом классе я увидел девочку, которой все читали по слогам, она одна читала как взрослая. Я, конечно, вытянул шею и влюбился просто. В первом классе? В первом классе на первом уроке. И, ну, чтобы ответить на вопрос, как это удалось, это, конечно, верность. Вот, знаете, цемент, который держит крепость под названием любовь, это верность. Я не слепой, я вижу, что много красивых женщин, да, все женщины красивы. Но для меня существует только одна. Поэтому, как говорится, когда у меня вариантов нет, когда ты принимаешь за себя решение, что это одна единственная, то, конечно, куда любовь денется. Любовь никуда не девается. Апостол Павел сказал, что любовь никогда не перестает. Но разрушить, по-видимому, ее можно неверностью, в первую очередь. Поэтому я призываю всех. Ревностью можно? Ревность очень вредна для любви, кстати говоря. Можно ревностью использовать. Да, в общем, пьянством, я не знаю, там, рукоприкладством. В общем... То есть, бокс, любви, не друг. Нет, нет, ну, бокс и драка вообще ничего общего не имеют между собой. Я, например, будучи боксером, никогда, ну, практически в юности, может быть, дрался. Но я категорически против драк. И, конечно, уж говорить о том, чтобы это как-то в семье чувствовал кто-то, что я боксер, это недопустимо. Друзья, верность, еще раз говорю, вот я, молодежь, прислушайтесь, вот выбрали и на всю жизнь. И вы узнаете, что такое счастье. И кто-то, может быть, там 10 раз женат, скажет, у меня любви больше. Я не буду спорить. Но когда я беру внука на руки, он обнимает меня за шею и говорит, деда, хочу с тобой жениться. Я понимаю, что вот это и есть, это счастье, это вот любовь, она в целом. Сегодня у Кристофера день рождения. Мы уже с утра там 10 раз созвонились по, вот как, фейстайм, пообщались. Сидит толстенький, ничего не понимает, черненький. А он, кстати говоря, учит язык русский? Ну, он как может учить, дочка с ним разговаривает на русском, а Бандела на испанском и на английском. То есть, они, Бандела с Ольгой, они общаются на испанском и английском, он русского не знает. Вот, ну, я думаю, что он будет знать три языка, дай бог, да. Вот, друзья мои, любовь, любовь и верность, и вы будете счастливы. Благодарим, благодарим, благодарим за звонок. Я еще, кстати говоря, думаю, что помимо всего прочего, важно обладать талантом любить. У меня есть одноименно-минионтеры, посмотрим ли. Формулу юмора разгадать не хотите ли? Сегодня на звездном стуле у меня Николай Лукинский, и мы разбираемся не только в интересных фактах биографии, и не только поздравляем Кристофера, его внука, с днем драгоценного рождения и с новолетием, с первым. Да, да, годик сегодня. Ну и формулу юмора тоже постараемся разгадать. Каждый раз задаю звездному гостю вопрос, как научиться шутить, и можно ли? Еще раз говорю, семья, значит, с юмором, в которой я вырос, мама, папа, бабушка, и как-то, ну, юмор всегда царил, так скажем, тяжелой жизни нашей, той 60-х годов прошлого века. Значит, каждый выходной в 9.15 на радио была программа «С добрым утром». Значит, отец всегда эту программу слушал, передачу, и при этом нельзя было по квартире ходить, нельзя было разговаривать, 45 минут идет передача, можно было получить ремнем или ладошкой по мягкому месту. То есть мы вынуждены были сидеть вместе с папой и слушать эту программу. То есть можно сказать, что отец с ремнем мне привил любовь к юмору. Да, ну, в общем, что было, то было. Да, поэтому не могу сказать точно, но думаю, что если детей заставлять с детства слушать, юмористические передачи, при этом чтобы в семье царила атмосфера юмора, то можно и это чувство воспитать. Хотя, думаю, что оно все-таки врожденное, но развивается. Если советовать смотреть юмористические передачи, то какие бы вы посоветовали? Потому что, если честно, юмор-то это такая вещь уже многогранная, я бы сказал, особенно благодаря обилию юмористических каналов. Есть, допустим, более молодые шоу, есть более народные, например, там «Уральские пельмени», есть касательно более молодых и более, может быть, проявленных, это комедий, да. Есть мастодонты отечественного юмора, это там «Смех, панорама» или там «Аншлаг», например, тот же. Вот вы бы как бы советовали? Во-первых, конечно, смотрите выступление Николая Лукинского в первую очередь. Естественно, вот в первую самую. Ну, я с большим уважением отношусь, в принципе, ко всем программам, я скажу откровенно. Талантливые ребята есть везде. Единственное, как бы, что мне, конечно, не нравится, это когда идет какое-то исполнение и потом начинают запикивать какие-то участки, когда сразу понятно, что там было запикано. Я категорически против этого, не должно быть этого. То есть вы в юморе нецензурную лексику никогда не используете? Нецензурная однозначно, я имею в виду даже темы, которые, как принято говорить, ниже пояса, я тоже исключаю для себя, потому что, ну, это... А почему их используют? Шутить на эту тему легче? Ну, бурлеск, знаете, это всегда было, когда пытаться достичь высокого результата, ну, какими, так скажем, мягко говоря, не очень высокими методами. Поэтому лучше, лучше все-таки, чтобы это было в чистом виде, остроумие, чувство юмора и сами шутки, они, конечно, должны быть, ну, я бы так сказал, чистыми. И надо четко представлять себе, я когда беру монолог, я, например, думаю, а вот мог бы я исполнить этот номер, допустим, на трапезе в храме. И понимаю, что вот такой нет, значит, я его уже не беру. Понимаете, да. А если, потому что трапеза, это не нечто такое, знаете, только вот там, так скажем, церковное. Нет, это трапеза, это может быть какой-то праздничный обед, когда, это может быть и в ресторане, ну, когда там за столом, в том числе, сидят и священнослужители. Могу я это исполнить или нет? Если нет, то и зрители тоже не должны... И с легкостью отказываться. Да, поэтому вот очень просто это со своим сердцем сопоставлять, но, как бы, я не всегда там об этом думаю, но, тем не менее, как бы, на мой взгляд, у меня в репертуаре ничего этого нет, и да. А все остальное талантливых людей много. Но у нас каждый человек талантлив, и если он уже как-то профессионально занимается или пытается заняться профессионально, ну, дай бог ему успеха и хороших зрителей. Поэтому юмор хорош любой. Ну, тогда в заключении программы хочется все-таки спросить о том, всегда ли удается шутить, всегда ли шутка воспринимается, и что делать, если ты сказал шутку не смешной. Ну, наверняка как. У юмориста были такие вещи. Ну, во-первых, у меня такого не бывает. Вот. Да, скромно сказал Лукинский. Да, но если вдруг такое происходит, просто конкретно сказать, не прошла шуточка, да, и все. И как бы, ну, все-таки вот он самокритичный. Он все-таки умеет... Озвучил то, что другие подумали. Да, над собой шутить, иронизировать. Ну, это в первую очередь. Я думаю, что как раз хороший юморист тот, который в первую очередь иронизирует именно над собой, что мне всегда, как мне кажется, удается, я к этому приему прибегаю. Неумышленно само получается, особенно в сложных ситуациях, в экстремальных ситуациях. Чувство юмора, это, знаете, это спасение. Наверное, ты расслабляешься, и тогда ты принимаешь правильное решение. Ну, мне было очень комфортно, здорово и весело. Пойду сжать руку внуку прямо сейчас, но прежде хочется подвести итог. Итак, формула юмора Николая Лукинского. Это вера, верность, юмор, бокс, внуки, театр, ничего не забыл. Живопись. Живопись и... Почаще улыбайтесь, все будет отлично. Все будет хорошо, все будет славно. Но мы с вами увидимся уже через неделю в прямом эфире на самом юмористическом развлекательном телеканале страны. С вами были Евгений Вольтов и Николай Лукинский. Да, и я Алексей Кислицын, который сейчас уже за кулисами. Пойду ему жать руку. Пока. Пока.